В Улан-Удэ все спокойно или нет? Безопасно ли жить в нашем городе? Наперебой интересовались депутаты у главного городского полицейского. Вопрос возник, потому что преступность растет. С начала года стало больше на 530 краш и на 21 разбойное нападение. Также больше на 3 убийства, а число изнасилований выросло с 1 до 20. Таких преступлений, как побои, истязания и угроза убийством, стало больше на 25%. Полицейские ссылаются на сложную социально-экономическую обстановку. Все-таки опасно жить в нашем городе. Какова степень защищенности наших граждан? Один из показателей безопасности является рост уличных преступностей. На сегодняшний день, несмотря на рост регистрации преступлений, нам удалось предотвратить рост уличных преступностей. Здесь также нужно сказать само по себе пассивное отношение самих граждан, когда мы направляем представление и предлагаем им, значит, для того, чтобы реализировать преступление, значит, определенные, значит, взять под охрану, ставить видеокамеру, допустим, как минимум, да. К сожалению, нас не слышат. Правоохранители просят продолжить финансирование видеосистемы «Безопасный город», также в срочном порядке рассмотреть вопрос о возможности финансирования деятельности народных дружин. В остальных вопросах депутат Андрея Козулина возмутили горожане, которые ведут асоциальный образ жизни. Вчера я иду на обед, прохожу мимо нашего центрального фонтана. На подборе фонтана сидит молодой человек, бомжеватого вида, разговаривает с самым собой. Рядом проходит группа иностранцев, являет родителей и детьми. И вокруг него слои такое мертвое пространство. На это главный городской полицейский парировал. Медвытрезвителей нет, по закону могут доставить в больницу, но если жизни и здоровью ничего не угрожает, медики не примут. Выходит замкнутый круг. В итоге, по большому счету, серьезных замечаний к блюстителям закона не нашлось. И поскольку это были депутатские слушания, обошлись без оценок. А информацию просто приняли к сведению. Дмитрий Гомбоев, Виктор Еланцев. Новости дня. Дмитрий Гомбоев, Виктор Еланцев. Новости дня.